В Пензе приземлился самолет с очень важными людьми. В аэропорту только СМИ, хотя и тех немало человек набралось. В такой большой дружной компании мы встречаем долгожданную группу «Лимбискит». За день перед концертом специальный борт доставил на сурскую землю всемирно известных американских музыкантов. Я очень рад быть здесь. Спасибо, что пришли встречать. Мне очень приятно. Специальный самолет для перелетов по России – это очень круто, это очень комфортабельно. Но раз с комфортом долетели, то остались еще силы потусить. Группа, конечно же, оказалась не против, но более подробно о планах лидер группы Фред Дерст решил не сильно распространяться. Я счастлив быть здесь вместе с вами. Будет очень классно посмотреть город и, может быть, немножко похолиганить. Мы начнем с ресторанов, хотим попробовать какую-нибудь вкусную еду, которую готовят в Пензе. А потом, кто знает, может, пойдем развлекаться, если пригласят. Да, жаль, конечно, что все так неопределенно. Но, с другой стороны, сбежалась бы вся Пенза. Кстати, не так давно, а именно 1 сентября в эфире одной радиостанции, Фред заявил, что хочет стать гражданином Российской Федерации. И что их сюда всех потянуло? Нет, мы, конечно, не против, но все-таки. Я вырос в маленьком городе, и мне нравятся маленькие города. Сначала надо посмотреть, как здесь все устроено. Я думаю, что смог бы жить в таком городе, как Пенза. Остается только мечтать. Хотя, может, кто и отважится подарить Фреду квартиру в Пензе, как в Саранске подарили Жерару Депардье. А пока мы тут рассуждали, импровизированное интервью подошло к концу. Привет, Пенза. Я очень люблю Пензу. Меня здесь хорошо встретили. Я рад, что мы будем вместе, и давайте готовиться к офигенной вечеринке. И мы подготовились. Ой, как подготовились. Но в Дизель-арене, где должен проходить концерт, нас поджидал сюрприз. У нас отобрали камеру, не знаем, что делать. Мы им на GoPro. Что будем делать на GoPro? Какой? Да ничего. Но для нее, походу, тоже нельзя. Уберите камеру. Собственно, вот так и началась наша работа на концерте. Но дальше интересней. У меня отобрали оператора. Теперь он снимает сам по себе. А я должна затесаться в толпе и в стороночке смотреть концерт сама по себе. Нам деваться некуда. Посмотрим, что Игорек мне тут наснимал. ПЕСНЯ И в Меллоу Стив. Это пензенская группа, которая выиграла конкурс среди кучи других музыкальных команд. За что боролись? Да понятно же. Разогрев перед Лим Бискет. Ребята быстренько за 30 минут отыграли свою программу и пошли дальше развлекаться уже в зал. А тем временем на сцене началась крутая перестановка. ПЕСНЯ Стоп! Вернитесь-ка к началу. Мне кажется, вот этот парень стащил барабан. Мдаааа, на глазах у людей, при включенных камерах. А теперь посмотрите на этот кошмар. Вам до сих пор кажется, что нет ничего хуже запутавшихся наушников в кармане? В следующий раз просто вспомните эти две кучи проводов. Но это все мелочи жизни по сравнению с концертом Лим Бискет. Ради такого и в узлах поковыряться можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, друзья, подтверждаю, с первых же звуков зал просто взорвался. Это был нереальный отрыв, это было мега круто. Собственно, чего-то другого от этой группы было сложно ожидать, ведь они великолепны. Посмотрите, как музыканты работают на концерте. А ведь Пенза для них – это всего лишь навсего какой-то маленький городишко, можно сказать, практически деревня. Но показать настоящий класс они просто обязаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, название группы Лим Бискет переводится как «Размякшее печенье». Странное, не правда ли? История, почему так был назван коллектив, следующая. У музыкантов было множество вариантов. Над каждым они думали и рассуждали очень долго. В конце концов, Сэм Риверс, бас-гитарист, устало произнес «Мой мозг, словно размякшее печенье». Эта фраза очень позабавила Фреда. Причем определяющим фактором при выборе названия было то, чтобы оно не притягивало людей, а наоборот – отталкивало, тем самым отсеивая нежелающих слушать людей подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, если вы думаете, что я плохо провела время, то вы ошибаетесь. У меня же не было никаких забот. Работы? Какая работа? В толпе отыскала подругу, и мы скакали, как ненормальные. Ну и что, что не пустили поближе? Зато отдохнула. Да, Пенза надолго запомнит этот концерт. Интересно, Олимпийскит? Сдается мне, что аналогично. А в следующей программе мы встречаем своих друзей группу Амела. Не пропустите концерт группы 15 ноября в 19.00 в ресторане «Фрау Гросс». Амеля «Фрау Гросс» Амеля «Фрау Гросс» Амеля «Фрау Гросс» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok